Если бы был поток, мы бы врезались. И управляемость, и желание ездить. В ямы, которые образовались в сторону озера Лебяжье, накануне попали десятки автомобилистов. Историю всех похожа. Влетел в яму и получил боковой порез. Кто-то повредил сразу несколько шин. Вот ехали домой, влетели в яму, два колеса пробили, стоим уже час. Сейчас поехали второе колесо имбортировать. Первую докатку поставили. У меня сразу же переднее колесо было пропнуто и меня утянуло вправо. Мы стояли уже два с половиной часа. Мы въехали в сторону Юдина. И по левой стороне просто огромная-огромная-огромная яма резкая. И на скорости 80 километров, собственно, я влетела и пробила очень сильное колесо. В темное время суток яму не видно. Никаких ограждений и предупреждающих знаков на этом участке нет. Поэтому водители, ни о чем не подозревая, попадают в ловушку и вынуждены тратить не только время, но и немалые деньги. Пришлось вызывать подмогу, конечно. Вот три с половиной тысячи стоят ремонт колеса. Да, они поехали ремонтировать колеса, там же мотошку ближайшую. Там в очереди, перед ними уже три машины были, которые с этой же ямы приехали. Пока наша съемочная группа находилась на месте происшествия, в яму угодили еще три водителя. Однако вызвать сотрудников ГАИ и зафиксировать повреждения решился лишь один. Мужчина с рулем автомобиля «Мерседес» намерен довести дело до конца и судиться с дорожными службами. Однако оптимистичных водителей немного. Потому что я прочитала сейчас в интернете, что до года нужно будет потом судебный процесс этот проводить. Все нужно было снимать, вызывать. Ну, как всегда у нас все. Лучше время свое пожалеть и не доделать до конца. Да, жалоба, мне кажется, сейчас бесполезно подавать. Хотелось бы, чтобы быстрее заделали яму. Многие автомобилисты повредили не только шины, но и диски. Теперь им придется полностью менять колесо. К счастью, из-за поврежденных колес столкновений не произошло. Лиза Латып, Альбердаминов, Новости Тарстана.